Идем на Тише Господа, Духа Святой Марии! На Божественную Литургию в честь воздвижения Креста Господня в Армавире пришли около 5000 человек. Светоникольский кафедральный собор не смог вместить всех желающих. Службу транслировали на экранах снаружи храма. Для прихожан это по-настоящему праздник. Литургию ведет сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это первый визит предстоятеля в Армавир. Это просто праздник души. И я очень впечатлена тем, что он посетил этот город, этот храм. Все мы просим Бога и силы Всевышней, чтобы был мир на земле, было счастье, детки радовались, не было войн, чтобы все было хорошо. Для меня это историческое событие. Я специально приехала на службу и получаю удовольствие от этого. Для православных воздвижение Креста Господня – один из важнейших праздников. В этот день церковь вспоминает о событиях, произошедших в начале 4 века н.э. Тогда на месте, где находилась Голгофа, был найден крест, на котором распяли Христа. Теперь его частицы находятся в разных храмах по всему миру. На Божественную Литургию Патриарха в Армавир приехал и губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отстоял службу с прихожанами. Для верующих сегодняшний день как напоминание. У каждого есть свой крест, но все испытания отдаются по силам. Мы с огромным уважением относимся к истории, традиции и, конечно, к вере. И чтобы дальше мы себя чувствовали уверенно в этой жизни, чтобы все было хорошо у нас, у наших детей, и последующих поколений, вот этот духовный стержень. Сегодня мы сохраняем благодаря вашему молитву. Визит главы Русской Православной Церкви на Кубань стал историческим событием для верующих. Это впервые, когда Святейший провел службу в честь воздвижения Креста Господня не в Москве. За два дня предстоятель посетил три краевых города – Краснодар, Армавир и Ейск. В общей сложности лично услышать патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храмы пришли больше 10 тысяч человек. Не существует человеческого роста, развития без трудностей. Они всякие бывают. Очень сложные жизненные ситуации и полегче, но это не отрывная, не раздельная часть нашей жизни. Мы должны научиться у Господа Спасителя, взирая на Его Крест. Великой силе и способности спасительно преодолевать и свои собственные скорби. Это поистине значимый день, потому что не каждый день мы можем такое событие наблюдать в нашей жизни. Во время визита в регион глава РПЦ не только провел службы в храмах, но и благословил строительство нового. В Краснодаре на территории Кубанского государственного университета появится храм в честь святых Кирилла и Мефодия. Патриарх Московский и всея Руси осветил место под строительство. В торжественной церемонии закладки камня приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Замечательно, что в 21 веке мы возвращаемся к нашим истокам. И как хорошо, что здесь, на Кубане, будет при университете существовать храм, посвященный тем двум людям, которые залашили основы всякому знанию. Я очень надеюсь, что очень многие студенты, профессора, преподаватели в этом храме обретут опыт молитвы, опыт реального соприкосновения к Богу. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил вузу для будущего храма икону с образом Божией Матери, после чего Святейший вместе с Вениамином Кондратьевым и Владимиром Устиновым посадил дерево в память об освящении закладного камня. Храм в честь святых Кирилла и Мефодия собираются выполнить в древнерусском стиле. На сегодняшний день Кубанская митрополия объединяет в себе более 500 храмов и 7 монастырей. Александр Иванченко, Юлия Кишинева, Алексей Комаров, Эдуард Тараканов, Кубань-24.